ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня у Гомеля отбылся урочистый сход, на яким уручены посвященные переможцы у социально-экономичного споборництва по выниках минулого года. На областную дошку гонору селита занесены назвы 49 администрационных территорий, предприемств и организаций. С лепшими представниками региона сустрелись наши корреспонденты. Для удельников урочистого сходу, присвященных святу працы, это уже становится традицией – напереды дни посаджения подойти до обновленной областной дошки гонору. За некольких годин до официального обвящения выника у социально-экономичного споборництва тут устанавливаются шильды с назвами переможцев. Сярод 49-й наимене у Туровский малышный комбинат, побудованный литерально на пустом месте. Сёньон стал одним из ведущих предприемств региона. У свой час у этого проекта было шмат скептиков, которые не верили в запотребованность вырабляемой тут продукции. Зараз Туровский малышный, а праша Беларуси, поставляет сыры в 8 краин света. И одночасово протягиваем модернизацию, выником которой станет повеличение объема продукции и выход на новые рынки. Перспективы очень хорошие, перспективы развития и расширения мощностей. Мы сегодня принимаем 300 тонн молока в сутки и планируем расширить мощность до 760 до 2020 года. Естественно, это будет происходить поэтапно. На данном этапе мы занимаемся расширением, строительством, модернизацией производства. У нас уже готов строительный проект, проплачено оборудование и сумма инвестиций во вторую производственную очередь оценивается 25 миллионов евро. В принципе, уже первую часть, второй производственной очереди, мы планируем запустить в ноябре текущего года. Сярод Пераможцу по выниках работы за 2016 год город Гомель, а так само у своих номинациях Светлогорский, Житковицкий, Брахинский и Речевский районы. А про шатаго улику лепших акционерное товарыство «Гомсельмаш» и «Саугазкомбинат Зара», Калинковицкий молочный комбинат и Гомельский химичный завод, предприемство «Мазырсоль» и институт механики металлополимерных систем. Первый май у Беларуси – это перш за все – ушанование людей працы. Нават не глядяши на проблему у экономицы, в минулом году по узровне зарплаты Гомельская область заняла другое место в Украине, что не выключая необходности протягу работы по скорошении беспрацовья, дальнейшему росту зарплат и стабильности цен. Оборона человека на рынку працы – сярод приоритета у профсоюзных организаций. Помимо того, что 1 мая – это любимый праздник у наших людей, я считаю, что на сегодняшний день этот праздник очень актуален. Существует такая проблема во всем мире, и наша страна тоже не исключение. Это частичная занятость или безработица, как его можно назвать. И право на труд, оно гарантировано Конституцией нашей Республики, каждому гражданину и является одной из главенствующих прав, наверное, в Конституции. И это отмечал в своем послании и президент, когда говорил о занятости населения и необходимости работы всех структур и власти, и общественных организаций в этом процессе. Протягиваем выпуск. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвестил подяку коллективу редакции газеты «Гомельская правда». Гэта и узнагороды выданья удостоена за освятление подзей социально-экономичного и грамадско-политичного життя краины. За совместный уклад у развития беларусской журналистики, подяки президента так само удостоены первый на месте главного редактора газеты Вячеслав Минков. За час своего иснования «Гомельская правда» изменила некольки назвав, але за все дымкнулась описать об самом актуальном життя в области и краины. У сыковику 1917-го про сбор сродков для потреб Городского совета. У красавику 1919-го про контрреволюционный террор. У мая 1945-го корреспонденты ввеншовали гомельчан с днем перемоги. У красавику 1961-го поведомляли о первом полете человека в космос. Сюня на запашенный материал з'является своясабливым летописом историчных подзей, что отбывались на протягу опошня Гастагодзе. Самое главное, мне кажется, все-таки стабильность, когда люди понимают, что у нас есть дело, дело, которым мы посвящаем свою жизнь. И у нас есть хорошая, надежная, профессиональная, мощная команда. У тым, что залог поспеху, минавита наявность коллективу профессионалов, у гомельской правде перекананы усе. А тому и главная задача – праца на агульный выник. Первый наместник главного редактора Вячеслав Минкоу працует в газете 27-й год. Выпускник факультета журналистики Белорусского державного университета пришел сюда по размерковании и место працы николи не изменял. За высокое профессиональное майстерство и значный уклад в развитие белорусской журналистики Вячеслав Минкоу так само отримал подяку президента краины. Хоть подчас интервью каже не про властные заслуги, а про коллектив, дякуючи якому стал соправным майстром. У нас прекрасный, творческий, высокопрофессиональный коллектив. Это не просто журналисты с большой буквы. Это настоящие патриоты своего областного центра, области, которые делают все, что от них зависит, все, что возможно с точки зрения четвертой власти, как называют журналистику и журналистов, чтобы жизнь в нашем крае была лучше, была комфортнее. У минулого месяца «Гомельская правда» отцветковала 100-годовый юбилей. Тады с гэтой падее так само повеншавау президент Беларуси. По популярности и тиражи, ваше выдание – одно из лепших у региональной переедыцы, а значит, керавник державы. У самой газете кажут, что мать намер трымать высокую планку и далее. Правда, выключно периодичным выданием газету назвать нельга уже зараз. Сегодня при «Гомельской правде» працуе уласная радыо и иснуе выдавецкий дом. И гэта только пачаток реализации масштабных планов. Надо развивать то, что есть. Тоже радио еще. Мы маленькие, нам всего лишь полгода. И поэтому здесь еще немало работы. У нас есть задумки, чтобы мини-телевидение, как его назовем, было на портале побольше сюжетов телевизионных, живых. И думаю, что самое ближайшее время в этом году мы начнем снимать фильмы. Алексей Тюров, Марина Джала, Игорь Марисченко, телерадио «Компания Гомель». Представники местовых органов УЛАДы завтра проведут промые телефонные линии. 29-го красавика Жихары региона смогут задать питание керавнику справогомельского облвыконкама о лени Уладимировне Кличковской. Номер телефона 75 12 37. Гомельчан выслухает керавник справогарвыконкама Алексей Анатольевич Васюченко. Звертаться в арта по номере 71 07 62. Час работы промыхлиний с 9 до 12 годин. Сегодня у Гомеля уручили у Знагороды переможцам областных конкурсов улепшая назиральная комиссия и выратовальник года. Первые працуют над попереджением небеспечных ситуаций, а другие приходят на допомогу, коли здарается беда. С людьми, для которых выратование жития у безпека инших мают особливое значение, познайомилася Ганна Коральчук. С потенциально небеспечными ситуациями люди сутыкаются каждый день. Однако не усе клопотятся про безопасность. Часом граждане допускают порушения элементарных правил, что приводит до непоправных наступствов. Спрацовать на опереджении задача назиральных комиссий. Я наденечусь в регионе уже 7 год. В их составе выратовальники, представники ЖЭУ, милиции, газовой службы, установы адеквата, охоты здоровья и социальной обороны. За один день поспевают проверить до 20 квартир и приватных домовладаний. У центра УАГИ стан электропроводки, газового обсталявания и наявность автономных пожарных оповещальников. В смотровой комиссии города Мозырь работают небезразличные люди, которые болеют за свое дело. Все люди стараются помочь многодетным семьям, детям-инвалидам, старикам, пенсионерам. Мы приходим в каждую семью, в каждый дом, видим проблемы. И проблемы решаются своевременно. Поэтому я хочу отметить, что не надо бояться, когда приходит смотровая комиссия, открывать нам двери и ждать от нас помощи. А мы вас не подведем. В Калибре ходит бяда, и сирот звычайных людей находятся соправданные народные герои, которые не проходят мимо. Эти люди становятся вратовальниками не по профессии, а по воле выпадку. Жихар Жлобин Александр Лапсев выратовал своих соседей, когда у них загорелся дом. Подбежал к окошку, посмотрел, там темно, задымлено было. То есть, ну, вроде силуэты, как просматривается. Я выбил окно локтем, залез туда, нашел там, лежал отец этой хозяйки, и она сама там сбоку лежали. А дальше был там, полыхал огонь такой, что невозможно было подойти. Ну, я посмотрел, оценил обстановку, что в это время можно просто спасти людей. И я их вытащил. В жизни всегда есть место подвигу. И я говорю, каждый год с 2005-го в номинациях определенных люди награждаются. Трудно войти в огонь, когда дома жена и сын ждет. Так вот нам, спасателям, государство у нас профессия такая, спасать таких людей. А когда человек без определенной подготовки рискуя собственной жизнью, спасает человек, ну, дай бог ему здоровья, что такие люди есть. Подчас мероприемства так само узнагородзели керавников предприемств, которые клопотятся об ахове працы и активно удельничают о пропаганде безопасности жизни. Узнагороды отримали и педагоги, которые працуют с детьми в клубах юных воротовальников пожарных. Работа этих людей каждый год приносит свой плен. Мы проанализировали статистику. За последние пять лет мы в два раза снизили смертность людей. В два раза. То есть, в 2010 году, в 2012, это было порядка 170-180 человек. Сегодня мы снизили до 80. Детей спасли тоже порядком, мне называли цифру, 500 только детишек благодаря вот этим совместным мерам. И хочу сказать, что если даже мы сможем спасти одного человека в год, значит, мы работаем не зря. Значит, мы правильно работаем. Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадоакомпания «Гомель». Только в минулом году пациенты больниц Гомельской области больше как 10 разов спробовали причинить шкоду здоровью медицинского персонала. Такая информация была огучена на семинары пахове працы работников Галины. Небеспечная профессия урача у Центра Уваги Олега Синсерово. Медицинское обслуживание становится все больше сучастным искладанным, причем головное потребование его беспечность в его крестане, а если не выполнять правила, то можно отримать довольно тяжкие травмы, например, повышенную дозу опроменивания, когда это течится компьютерного томографа. Пять несчастных выпадков на вытворчестве в 2015-м, три лета, в поравнении с иншими сферами медицина далеко не самая травма небеспечная, хоть супакоиваются неуяким выпадку нельком. Уречься, головная причина у всех трагеды, так званый человеческий фактор, и ничем не подмассованная вера, со мной ничего не сдарится. Иншая справа, что оценивать ситуацию у Галине только по этому показчику, так само нелька. Только медику покутывать от нервовых расстройств, которую лишь бы, напевно, никто докладно не ведая. Специалисты со стажем перакананы до пациентов необходимо относиться уважливо и прокладать у всех намагания для их лечения, а ли выраз «возьму твой боль» для медицинских работников явно не подыходит. К нам приходит человек, больной, а не здоровый. Он не на танцы пришел, он пришел со своими проблемами, со своими тяготами. И вольно-невольно, независимо от того, какой у него характер, хороший или плохой, он вольно-невольно переносит на нас с вами, на обслуживающий персонал, на врачей и медицинских работников. А это отрицательно сказывается на этом же медработнике. Удосконаливание системы керывания аховой працы в организациях аховы здоровья, устойливость до стрессов, меры по захованию процесса дольности и життя работников, профилактика профессийных захворываний, на семинары, организованном управлением аховы здоровья, Гомска Абрауканкама и Галиновой профсоюзной организации, мкнуться увлечить у всех макчимы факторы и рызыки. Профессия медика на справе оказывается не такой уже и небеспечной. Супрацовники худкой допомоги, например, навод у суд, скарзились на недисциплинованного пациента и выиграли справу. По великим рахунку и установка камер видеоназирания и введение аудиозапису, вымушенные меры. Уречься, как и кожный инший человек, медик поведен вертаться до дому живым и здоровым. Создана система алгоритма действия медицинского персонала. При таких случаях, естественно, что вызывать на сегодня сотрудников милиции в приемном отделении, в приемных отделениях имеются все приемные отделения, они имеют тревожную кнопку. Вот сотрудники при возникших таких экстремальных ситуациях вызывают на ряд милиции. В 2016 году зарегистрировано по Гомельской области это 12 случаев. Олег Синтеров, Игорь Марышенко, телерадо, компания «Гомель». У Гомель за переносу працовных дзен измененый час работы кермашу выходного дня. 29-го Кастрышника працовный день. В связи с этим кермаш на площади повстания пройдет не в субботу, а в понеделок, 1 мая. Набыть поживецкие товары можно будет и в неделю 30-го красавика. Час работы кермашу с 9 до 16-го дня. Площа повстания будет закрыта для руха усих, видов транспорта у 17-го дня 29-го Красавика до 18-го дня 1 мая. Гэта и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tivergomil.by На гэтым выпуск завершен и у студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и сашите за эфиром.